Представил нового в Рио главы Дагестана помощник полпреда президента России ВСКФО Сергей Стариков. Отмечалось, что нового лидера республики в Дагестане знают хорошо. В течение трех лет Сергей Меликов был полномочным представителем президента на Кавказе. Да и ему самому регион хорошо знаком. Дагестан это веселейший древний край с богатой историей, уникальной культурой, самобытными традициями. Об этом я знаю непонаслышке и очень многое связывает меня с этой республикой. Безусловно известные проблемы, стоящие перед дагестанским обществом, многие из них накапливались десятилетиями. Некоторые приобрели хронический характер. Это и безработица, и низкий уровень жизни граждан, и проблемы в социальной сфере. Главные тезисы выступления Меликова – достижение нового уровня эффективности власти, налаживание обратной связи с людьми и выравнивание экономических диспропорций. Среди приоритетных направлений в Рио главы Дагестана выделил три основных вектора. Первое – обеспечение безопасности людей, в том числе в связи с неутихающей эпидемией коронавируса. Далее – экономический блок, преодоление существующих проблем, улучшение делового и инвестиционного климата, ускоренное развитие экономики. Дабы наверстать упущенное и поселить в людях уверенность в завтрашнем дне. В плоскости решения задач ускоренного экономического развития у нас огромное поле деятельности. Дагестану необходимо наверстывать упущенное, чтобы стать в крови с другими регионами страны, чтобы сделать республику успешной, благоустроенной, комфортной для жизни и для гостей. Еще одна важная составляющая – формирование эффективной архитектуры органов власти, обновление кадров и декриминализация всех сфер жизни. Ну и третье – это усиление взаимодействия власти и общества, формирование эффективной архитектуры органов власти, открытой для запросов общества, способных к качеству удовлетворения, что потребует не только укрепления исполнительной дисциплины в органах власти, обновления кадрового состава, но и здоровой общественной активности, продолжение работы в ходе декриминализации региона. Меликов подчеркнул, что необходимо в полной мере задействовать республике потенциал молодежи, которая зачастую остается наедине со своими проблемами. Дагестанство – свойственная жизненная энергия, доброта, чувство справедливости. Мне очень приятно, что об этом говорил Владимир Владимирович Путин на нашей рабочей встрече 5 октября. Это в значительной степени объясняет, почему Дагестан занимает первые позиции в округе по доле граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность. Граждан, которые занимаются благотворительностью, и проблема с коронавирусом еще раз показала, что равнодушным к Дагестану людей в стране не оказалось. Один из главных посылов выступления нового главы региона – необходимость создания в обществе атмосферы сотрудничества и равных возможностей. Важно, по мнению в Рио главы, также использовать историческую уникальность Дагестана как многонационального и многоконфессионального региона с богатыми трудовыми и культурными традициями. Меликов считает это конкурентным преимуществом республики. Каждый дагестанец должен осознать свою сопричастность к определению будущего республики. История и мировой опыт показывают, что в основе позитивных примеров уходного развития кроется именно способность использовать свою уникальность, о которой тоже говорил президент нашей страны. Уникальность, которая для Дагестана является его исторической многоконфессиональностью. В завершение Сергей Меликов поблагодарил Владимира Васильева за годы работы в Дагестане и слово взял уже бывший руководитель региона. То, что сделано, покажет время. С этого начал выступление экс-глава Дагестана. Васильев признается, что руководитель республики одновременно высокая честь и большая ответственность. За два года бюджет региона поднялся со 100 до 173 миллиардов. Хотя, по мнению экспертов, Дагестану нужны все 300. Но я сейчас хочу, буду дарить вас, всех присутствующих в этом зале, и тех, кого он инвестил. Мне кажется, мы выработали доверие и отработали форму взаимодействия. По словам Васильева, деньги стали использоваться эффективнее, а налоги собираться в большем объеме. Одни только АЗС увеличили налоговые платежи в четыре раза. Собираемость транспортного налога за три года увеличила с 44 до 77 процентов. Налоговые деньги пустили на дороги и не только. Завершено 184 объекта дорожного строительства протяженностью в 150 километров. Мы улучшили за это время 364 двора и общественные территории с 2018-2019 год. В 2020 году было было устроено 240 дворовых и общественных территорий во всех 52 муниципальных образованиях. Еще недавно на встрече главные говорили, что им стыдно, что они мало что могут. Сегодня они этого не говорят. Они уже строительство создают. Два миллиарда рублей впервые было выделено на водоснабжение. А это в 10 раз больше, чем в прежние годы. В экономике тоже запустили ряд важных направлений, которые предстоит развивать уже новой власти. В частности, переработку риса и возрождение киличного промысла на море. В четыре раза выросла перевалка нефти в порту. Напомнил Васильев и о 470 отремонтированных школах и впервые закупленных в полном объеме школьных учебниках. Также активно заработали программы сельский учитель и земский доктор. На село за два года отправились почти 200 педагогов и 900 врачей. Увеличение бюджета позволило нам создать резервный фонд, который нам так понадобился в условиях ковиды. Но закупили в 6 раз больше лекарств, чем в 17-м году. Направили 3 миллиарда рублей на приобретение оборудования в месяц учреждения. Удалось закупить 230 новых карет скорой помощи, наладить в Дагестане производство быстровозводимых мостов и лифтов. Также было отмечено, что впервые нашли деньги на поддержку благотворительных фондов, которые до этого выполняли масштабные социальные задачи и оказывались на самых трудных участках. В частности, Васильев отметил фонд «Инсан». И в этом году мы впервые в условиях ковида смогли из этого зернового фонда впервые выделить из бюджета деньги на поддержку наших благотворительных фондов. Несчастье, семья подсгорела. Приезжает наш министр социальный, значит, взволок окружающих, и говорит, а здесь уже «Инсан» работает, люди уже помогают. И мы будем работать вместе. В завершение, экс-глава Дагестана поблагодарил всех за совместную работу. Еще раз большое спасибо за то, что вы дали возможность работать с вами. Я думаю, что я изменился. Я стал старше, но я стал моложе. Я стал больше верить в людей и в то, что можно добиваться результата, который, многие говорят, неразвучный. Я как-то на ифтаре сказал вам, говорю, что это лучший год на большинстве. Я повторю, тяжелый, но лучше. Спасибо вам за это. Спасибо. Далее подвел итог спикер парламента республики Хизриших Саидов. Он также отметил, что за три года удалось сделать немало в плане благоустройства и строительства и пожелал Сергею Меликова успехов на новом поприще. Подчеркнув, что новому главе региона не надо изучать республику, так как он никогда не порывал связи с Дагестаном. Мне кажется, что выбор сделан правильный. Ему не надо вновь изучать сложившуюся республику ситуацию, людей, потому что он не отрывался от нас, по сути дела, никогда. Интересовался делами, нашей жизнью. И мы надеемся, что все те необходимые для нас реформы, которые были начаты в предыдущие годы, они будут продолжены и принесут пользу нашей родной республике. Хочу сказать еще раз в адрес нашего многоуважаемого Владимира Владимировича, что мы не забудем ваше отношение к Дагестану, дагестанцам и каждому из нас. Всех вам благ, здоровья, долгих лет жизни. Уже в ближайшее время Сергей Меликов встретится с членами правительства республики, чтобы определить стратегию работы на перспективу. Мурат Ахмедов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.